Итак, как понять биологическую природу всего спектра нашего поведения от образцового до самого ужасного? Начну с самого скучного. Понимание двигательных аспектов поведения. Головной мозг дает команду спинному мозгу и мышцам делать что-то, и ура, возникает поведение. Сложность понять само значение поведения, потому что в зависимости от обстоятельств спуск курка является либо ужасным поступком, либо героическим самопожертвованием. В разных ситуациях, положив свою руку на чью-то, вы выразите либо глубокое сострадание, либо ужасное неуважение. Сложность кроется в понимании биологии контекста нашего поведения, что невероятно трудно. Ясно одно, вы никуда не продвинетесь, если все объяснения сведете к определенной части мозга, конкретному гормону, гену, детскому переживанию или эволюционному механизму. Наоборот, у каждого элемента есть несколько уровней причинной связи. Рассмотрим следующий пример. У вас есть оружие. И вдруг наступает кризис, бунт, насилие, вокруг бегают люди, на вас бежит взволнованный незнакомец. Вы не уверены, напуган он, зол или опасен. В руках он держит нечто, похожее на пистолет. Вы не уверены, незнакомец приближается, и вы спускаете курок. Но выясняется, что этот человек держал в руке телефон. И теперь мы задаем биологический вопрос, что из происходящего стало причиной данного поведения, что вызвало это поведение. Отсюда следует масса вопросов. Итак, начнем. Что происходило в вашем мозгу за секунду до спуска курка? И теперь мы переносимся в область мозга под названием миндалина. Миндалина, ответственная за насилие и страх, посылает поток сигналов, которые приводят к нажатию на курок. Насколько активна была ваша миндалина за секунду до того? Чтобы понять это, нужно сделать небольшой шаг назад. Что из происходящего вокруг вас за минуты, секунды до выстрела повлияло на миндалину. Очевидно, увиденное вами, звуки бунта, все это повлияло. Но кроме того, вы с большей вероятностью примете телефон за пистолет, если незнакомец будет высоким мужчиной, принадлежащим другой расе. Также, если вы испытываете боль, голод или усталость, ваша лобная доля, часть мозга, которая должна вовремя послать миндалине вопрос, ты точно уверена, что у него пистолет не будет работать правильно? Но нам нужно сделать еще один шаг назад. Нужно взглянуть в прошлое на часы, сутки, и теперь мы сталкиваемся с гормонами, например, тестостерон. Неважно, какого его пола, если в крови повышен уровень тестостерона, вы с большей вероятностью ошибочно воспримите безобидного человека как угрозу. Повышенный уровень тестостерона и гормонов стресса приводит к повышению активности миндалины и замедлению работы лобной доли. Отмотаем на недели, месяцы назад. Где здесь прослеживается связь? Теперь в игру вступает нейропластичность, мозг меняется под воздействием жизненных переживаний. Если за прошедшие месяцы вы постоянно испытывали стресс и потрясения, ваша миндалина увеличится, нейроны станут легковозбудимыми, лобная доля атрофируется. Все это влияет на то, что произойдет в ту самую секунду. Но мы отступаем дальше, на годы назад, например, в ваш подростковый период. В этот период центр подросткового мозга полностью созревает, за исключением пока еще незрелой лобной доли. Она окончательно формируется примерно к 25 годам. Так что в подростковом возрасте и ранней зрелости под воздействием окружающей среды и жизненного опыта лобная доля становится такой, какой она у вас будет у взрослого в тот критический момент. Заглянем в более ранний период детства и стадия зародыша и рассмотрим все возможные варианты. Очевидно, на данной стадии происходит формирование мозга. Это важный процесс, но помимо него все, что мы пережили в этот период, вызывает так называемые эпигенетические изменения, в некоторых случаях перманентные. Они окончательно активируют одни гены и отключают другие. Например, если во время беременности ваша мать постоянно испытывала стресс, по законам эпигенетики в зрелом возрасте ваша миндалина станет легковозбудимой, а уровень гормона стресса будет повышен. Но рассмотрим более ранний период, когда вы были лишь плодом, набором генов. Гены очень важны в данном случае, но они не являются решающим фактором, потому что их воздействие зависит от окружающей среды. Ключевой пример. Существует вариация гена МАОА. Обладатели данной вариации гена более склонны к проявлению насилия в обществе. Но лишь при условии того, что в детстве они стали жертвой насилия. Гены и окружающая среда взаимодействуют, и то, что происходит в момент выстрела, напрямую зависит от взаимодействия генов и окружающей среды. Удивительно, но нам следует отступить на столетия назад. Кем тогда были ваши предки? Например, они были кочевыми скотоводами. Скотоводы жили в пустынях или степях, выращивали стада верблюдов, коров и коз. Есть вероятность, что именно они создали так называемую культуру чести, которая включала военную подготовку, карательное насилие и клановую вендетту. Удивительно, но спустя столетия она все еще влияет на ценности, лежащие в основе нашего воспитания. Но отступим еще дальше, на сотни миллионов лет, потому что, говоря о генах, мы косвенно касаемся их эволюции. И здесь мы сталкиваемся, например, с поведением разных видов приматов. Эволюционно одни виды менее склонны к проявлению агрессии, чем другие, а люди находятся где-то между этими крайностями, неуверенные и готовые в любой миг сделать шаг в одну из этих сторон. К чему же это нас приводит? Самое главное, чтобы понять поведение, независимо от того, ужасное оно, образцовое или представляет собой что-то среднее, нужно учитывать все, что произошло за минувший миллион лет, а не только за одну секунду до. Так к чему же мы приходим в этом этапе? Формально все сложно. Вот так полезное замечание. Все сложно. И нам стоит с большей осторожностью делать выводы из всего, что мы знаем о движущих силах поведения. Особенно если мы сурово судим за это поведение.